Субтитры сделал DimaTorzok В руках опытного пилота это в прямом смысле слова именно истребитель. Первое ощущение, помните, что подумалось, когда вот, не знаю, взлетели или потом приземлились? Наконец-то у нас нормальный самолет, с которых можно побеждать. В прошлом году войска поставили несколько десятков истребителей Су-35. За 2015-й их число в военно-воздушных силах должно практически удвоиться. Перспективность машины признают все, кто хоть раз сидел в этой кабине. Уже после первых показов его возможностей на Западе Су-35 получил прозвище «убийца рапторов», то есть американских самолетов пятого поколения F-22. Но отсюда и сложность. Даже для опытных пилотов этот самолет не прост в изучении. Правда, только если он для них просто машина. Когда запускается двигатель, вы рулишь на взлетную, то ты уже не отдельный человек, который сидит в этой машине, а ты полностью машина уже вместе с самолетом. Выполняя полет, ты летишь намного впереди самолета. И то, что ты достигнешь через несколько, там, 10-15 секунд, об этом ты уже продумал заранее. Все возможности Су-35 до сих пор не изучены. Главное место испытаний для этого самолета на данный момент – это Липецкий авиацентр. Личный состав не просто пилоты и техники, а скорее ученые. Летчики-исследователи по результатам полетов составляют рекомендации для всех боевых частей ВВС по максимально эффективному использованию любого самолета. А летчики-инструкторы – те самые пилоты, которые все эти навыки преподают уже пришедшим на переобучение будущим асам. Отсюда и запредельная интенсивность полетов. Только за одну летную смену липецкие летчики выполняют множество самых разных задач. Кому-то предстоят групповые полеты для отработки слетанности экипажей, кто-то займется встречным учебным воздушным боем, ну а часть самолетов на Воронежском полигоне выполнит пуски ракет, бомбометания и стрельбу из автоматической авиационной пушки. Каждый летчик, допущенный к управлению новейшими истребителями, не только специалист в пилотаже. В полете он должен ежесекундно изучать пространство вокруг себя, анализировать информацию и принимать только безупречные решения. Любой полет начинается на земле. С обязательного прохода маршрута у летчиков это называется пешим полетному. Со стороны выглядит как игра, но за улыбками серьезный разбор. Я говорю, атакую. Я буду стоять остро, атакую, ты так плавненько, потом за мной дальше летом. Все, выходим за поезд цели. Взлеты с интервалом всего в несколько минут здесь дело обыденное. К такой интенсивности привыкли за последние годы. В Липецке обкатываются все самолеты истребительной, штурмовой и ударной авиации. Но особое внимание на сегодня именно к Су-35. Данный тип самолета уже летает, успешно летает, выполняет задачи на Дальнем Востоке. И отзывы летного состава об этой машине очень хорошие. У нее большие перспективы. Но и Су-35 уже не венец среди перспективных российских истребителей. На подходе Т-50, который пока считанное количество раз показался на публике. И здесь маленькая интрига, ведь совсем скоро празднование 70-летия Великой Победы, на котором воздушные части парада уж точно будет на что посмотреть. Константин Исаев, Дмитрий Стародубский, телеканал «Звезда» Липецкая область.